Папы-дети могли попробовать себя в каждой профессии. Мастерству строителя, швеи, доктора, воспитателя, ученого мог обучиться любой желающий. Наш детский садик совместно с гимназией номер один разыгрывает площадку «Воспитатель-учитель». То есть это дошкольное образовательное учреждение и гимназия. Показывает цикл воспитания ребенка, начиная с детского сада и гимназии. Сегодня мы нашим коллективом выехали сюда, естественно, для того, чтобы показать мастер-класс с расходным материалом, чтобы деткам, наверное, тут показать, как делаются небольшие поделки. Мы сегодня рекламируем профессию учителя, поэтому сегодня детки, которые к нам подойдут, узнают, кто такой учитель, для чего он нужен. Это какая-то самая замечательная профессия. Для детей младшего школьного возраста у нас есть свои задания. Для детей постарше – свои задания. Каждый ребенок сегодня уйдет у нас с дневником. Конечно, не настоящий школьный дневник, но по-своему символичный. Там также есть название предмета, оценка и роспись учителя. На следующей станции внимание было приковано к работе органов внутренних дел. Здесь все по-настоящему. Снятие отпечатков пальцев, составление фоторобота, а также дети смогли облачиться в форму ОМОНа. По словам организаторов площадки, с такими сложностями некоторые дети справляются хорошо. Несмотря на то, что на умение составлять фоторобот уходит большое количество времени. Просто надо тонкости знать, и там составляются. У нас ребята, полицейский класс, нам помогают наши школы, они обучены этой программой, у них есть специальный спецкурс. То есть все, что здесь представлено, в принципе, для них не новое, они все это знают. Поэтому они могут детям подсказать, с чего начать. Легче с прически, потом с ушей, глаз, подбородок. Поэтому, ну, да, не просто. Вот, например, мой фоторобот не смогли составить. Ну, а некоторые получаются очень даже близко к оригиналу, так скажем. Здесь же работала площадка для юных водителей. По окончанию курса дети получали права, которыми в будущем смогут воспользоваться. Небольшие такие права мы сделали детям. Им это говорит о том, что дети уже какой-то урок уже освоили об этом. Вот так вот примерно они выглядят. И что они могут с этим правом делать? Могут, пока не мере, в парке кататься свободно, спокойно. Мероприятие «Мамин городок» стал для города традиционным. И уже второй год подряд проходит в торговом центре Кумертау. Это не случайно. Ведь именно здесь мамы смогли не только развлечь своего ребенка, но и сами отдохнуть. Для этого работала игровая площадка. Дорогие ребята, а также родители, у нас сегодня есть еще такая вот замечательная вещь, как боди-арт. Пожалуйста, те, кто хочет сегодня быть яркими, разноцветными, подходим. Мероприятие посетила заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Она побывала на всех площадках, пообщалась с организаторами и детьми. По ее словам, праздник в городе удался. Я думаю, что сегодня у нас состоялось мероприятие. И цели достигнуты. Я очень благодарна всем учреждениям. Во-первых, образовательным нашим учреждениям, всем предприятиям, всем учреждениям социальной сферы, социальной защиты. Что они смогли организовать и сделать очень интересные площадки для детей раннего дошкольного возраста, чтобы увлечь их в мир профессий. Придумки замечательные. Каждая площадка уникальна в своем роде. Каждый придумал, как увлечь ребенка, что показать в этой профессии. И практически, как ее попробовать руками. Я думаю, что этот опыт обязательно продолжится. Мероприятие «Мамин городок», приуроченное к празднику День матери, посетило более 2000 граждан. И можно с уверенностью сказать, что данный праздник для города с каждым годом становится более значимым.